Всем огромный привет! Сегодня видео парфюмерное. Я вам покажу ароматы. Вот они все здесь. Мои любименькие, мои хорошенькие. Это те ароматы, которые я носила вторую половину августа. И честно признаться, сегодня только 30 число. У меня есть еще сутки, чтобы пользоваться этими ароматами. Но решила сегодня отснять уже третье видео, потому что завтра, я думаю, что может так случиться. У меня не будет просто времени на это. Значит, открытие месяца. Я пользовалась удовыми ароматами. Первый, который покажу, это компания Avon. Снятый аромат Premier Luxe Oud. Это Oud и роза. Вполне себе, вы знаете, очень даже носибельно. Да, удовый аромат, но он такой, как бы, не слишком яркий. Такой какой-то он смягченный. Розу я не сильно здесь вообще, в принципе, ощущаю. Но стойкая, кстати, такая вот, знаете, прям часа три. Но больше всего мне понравился уд именно от компании Ariflame. Вот это просто открытие. Не могу сказать, что много раз пользовалась. Два дня стойкий, на волосах, как долго держится. Какой он, не какой-то такой он благородный, дорогой. Абсолютно другой, абсолютно. В общем, я, наверное, буду продолжать пользоваться, пока тепло. Хотя, по идее, сегодня самый теплый день. А не самый, а последний теплый день. И дальше будет, знаете, у нас там на два градуса, на один уменьшаться. И следующая неделя вообще 25 градусов, а то и 20. То есть, все. За 30 жары больше не будет. Ну, в общем, это было нечто. Я, этот аромат мне не давал спать. Знаете, когда я оборочалась, я ощущала аромат на волосах. Это нечто. Почему раньше я никогда не пробовала этот парфюм летом? Если у вас еще жарко, то, пожалуйста, попробуйте. Я думаю, что вы будете просто в восторге. Зимой он очень с такой, знаете, свербящей удовой нотой. Такой звенящей, зудящей просто. Не скажу, что какая-то металлическая нотка, но вот такая, знаете, непростая. В общем, просто любовь. Теперь могу похвастаться. Другие еще ароматики. Я все-таки добила. В общем, да, видите, я пользовалась персив классический. Вот на днях я его завершила. Ну, яркий аромат. Аромат нулевых. Узнаваемый. Но при этом я его люблю. Но люблю только дома. Как-то мне в нем некомфортно выходить на улицу. Потому что, вот понимаете, вот любой аромат вот сейчас, который, да, в Эйвен все-таки производится. Мне кажется, они так быстро меняются. Их можно узнать только по какой-то общей базе. Вот какая-то сладость, какое-то такое недораскрытие. Знаете, вот я могу считывать, что, наверное, на девушке именно Эйвеновский парфюм. Ну, вот конкретно не узнать. Ну, вот этот аромат просто знают все. Ну, я пользовалась, конечно, израсходовала. Возможно, когда-нибудь даже куплю себе тридцаточку. А возможно, тоже десяточку. Но пользовалась. Груша. Цветы. Но при этом это какой-то очень плотный, яркий, восточный аромат. Мне он нравился. Еще аромат, какой я использовала. Эйвен. Фэм. Цветы. Магнолия. Не могу сказать, что он свежий. Хотя летом я его люблю. В нем есть и терпкость какая-то такая небольшая. И мягкость и кремовость белоцветочного аккорда, да, от Магнолии. Он просто изумительный. Он очень красивый. И в следующий раз, когда я буду делать заказ Эйвен, мне придет подарок. И в Элеганс. Это перевыпущенная версия в полном объеме. Так что прям закончила. И знаете, прям все хорошо пользовалась, наслаждалась. Он прекрасный. Все-таки они отличаются от Эйв Элеганса. Первый, да, Фэм. Отличаются. Этот более цветочный, более плотный, более насыщенный. Даже вот с какой-то такой мягкой кремовой нотой. Эйв Элеганс больше разбавлен все-таки гранатом, да. Ну, в общем, я их оба люблю. Они вот немножечко отличаются. Но все-таки, да, отличаются. Раньше я говорила, что ничем они не отличаются. Но я тестировала вот так. Как бы, да, там может быть на руку нанесла, протестировала. Но если три дня в нем ходить и обливаться, то да, они отличаются. Раскрытие немножечко другое. Хотя, возможно, просто парфюм мой уже настоялся. Очень был старенький. Следующее, чем я пользуюсь, и я надеюсь добить этот аромат, это Parly Parfum I'm Sweet Pretti. Очень нежный, очень девичий, очень такой невесомый, с древесной базой. Опять же, какие-то фруктики, ягодки, цветочки. Молодежный, привлекательный. Мне нравится его база, что, да, там есть мускус, но и древесная база присутствует. Все-таки древесная база такая для меня более дорогая, что ли. Я сегодня в нем, и вот, не знаю, может быть, еще вечером чуть-чуть нанесу на себя. Благо, что, знаете, вот стойкость 2-3 часа, и он такой полупрозрачный. Поэтому можно обливаться абсолютно точно. И, возможно, если смогу, то завтра я его добью. Но пользовалась очень много. Кстати, у меня его было где-то вот так. То есть я эти 2 недели прям обливалась этим именно парфюмом. Туалетной водой, простите. А, в общем-то, здесь, знаете, не указано. Но мне кажется, это туалетная вода. Следующий аромат, который, кстати, меня тоже удивил. Он меня покорил. Я помню, когда я делала заказ с сайта Makeup, я, в общем-то, заказала себе Versace Eros Purpham. Это туалетная вода-версия. У меня такая миниатюрочка в 5 мл. И я помню, как он на мне шикарно раскрылся. Как я вообще была просто поражена. Я была в изумлении от этого аромата. Потом, по-моему, прошлым летом с мужем мы летали в Сочи, и я брала его с собой. Абсолютно не раскрылся. Вот абсолютно. Этим летом я пыталась его уже носить. Как-то до этого не раскрылся никакой, понимаете? Вот нанесла и не слышу. Всё. Про что аромат? Аромат свежий. Аромат цветочный. Немного зелени есть. Но очень интересная нота. Опять такая вот мягкость и кремовость с оттенками зелени. Именно это так красиво. Аромат простой. Аромат на каждый день. Даже если хотите офисный. Он просто такой свежачок. Но вот эта нота, она меня цепляет. И я понимаю, почему Эрос. То есть вот эта нотка, она абсолютно не всегда раскрывается. И тут недавно я нанесла эту туалетную воду на ночь. И всё. Какая красота. Я полезла в телефон. Я начала смотреть, сколько сейчас градусов температура воздуха. Было 18 градусов. И тут я поняла, что этот аромат, да, может быть он летний, но он вечерний. То есть он не в жару, не в 30, не в 35. И даже не в 25, да, там 27. А в 18 градусов. Он раскрылся так, как вот именно тогда, когда я его купила. И я просто влюбилась в него. Он становится объёмным. Он становится шлейфом. Его слышно. Аромат раскрывается. А в жару он теряется. Ну, в общем, я абсолютно удивлена. Поражена. Надо же, вот думаю, почему тогда, да, он на мне так красиво раскрылся. Что случилось? Почему всё остальное время он на мне вообще никак не звучит? Нет, всё-таки зазвучал. И я теперь точно поняла, что нужно отслеживать для этого аромата тепло, градусы, да, вот именно прям температуру. Я буду продолжать, я думаю, пользоваться им дальше. И, возможно, на весну куплю себе уже, ну, хотя бы тридцаточку. Просто великолепный. Да, он простой. При этом, понимаете, он довольно-таки простой парфюмчик. Но какой он. Даже эротичный, да. Он свежий, да, он такой с отголосками зелени, но зелень не ревень, понимаете? Зелень не такая не свежая, не сочная зелень. А вот нечто такое, да, немного зелёное, немного вот эта кремовость. Как это красиво. Ну, в общем, 18 градусов точно было, когда он на мне классно раскрылся. Следующий аромат, который я очень много носила, кстати, у меня на эти две недели получилось немного ароматов, потому что я по многу раз пользовалась какими-то парфюмами. Это Бёрбери Брит Шер. Это, по-моему, именно туалетная вода. Да, это туалет. У меня вот полтинничек прекрасный. Кстати, неплохо я его тоже, видите, выгулила. Аромат цветочный. Аромат чистоты. Аромат пены. Пены геля для душа. Пены вот именно для ванны, да, вот что-то такое чистое. Аромат белой рубашки. При этом он очень женственный, потому что он цветочный. И я бы даже сказала, что не то чтобы он офисный аромат, но да, можно. Вот, то есть он прям какой-то такой опрятный-опрятный. Можно на первое свидание. Знаете, вы прям такая частюлечка с иголочки будете. Очень мне он нравился. И вот когда жара, прекрасно. Стойкость у него 3-4 часа, в принципе, да, допустимая такая стойкость для туалетной воды. Но я носила его с собой в сумку, ложила и постоянно его, в общем-то, на себе обновляла. Я в нем была, ну, дня 4-5. То есть прям, ну, хорошо я его носила. Очень он мне понравился. Вот как-то раньше до этого я носила день-два и все. А это какой-то такой был у меня мини-запой. Ну, вот чистота, чистота, опрятность. Очень красиво. Причем я не могу сказать, знаете, что это какая-то белая рубашка, пока, знаете, отутюженная на крахмаленое. Нет. Он как-то более такой в цветочную сторону уходящий. Поэтому он очень-очень такой девичий, женственный. Такой белый сарафанчик летящий. Прям очень красивый парфюмчик. Туалетная вода, простите. Итак, еще один аромат, который я носила на какие-то знаковые мероприятия. И ездила менять права. Десять лет прошло. Я решила с утра пораньше. Мне надо было быть в ГАИ в десять утра. Жара. Я решила просто ход конем. Я одела. Значит, я решила, что я буду в Арифлэм Мисс Джордани. Это манго. Сладкая-сладкая манго. Такое пластиковое. Это цветы. Такие даже, как вы знаете, такие с пульцой цветы. Которые просто забивают вам нос. Аромат очень объемный, очень яркий, сладкий. Он запудривает. Какой он красивый. Ну, в общем, я решила, почему бы и нет. Хорошее настроение. Нужно еще его более сделать хорошим. Добавить просто прекрасный парфюм. Это уже парфюмерная вода. И потом мы с мужем уже ходили там в гости. Да, вечером к друзьям, к родственникам. И я тоже думаю, это будет он. Сегодня будет он. Так что я его носила с большим-большим удовольствием. Очень его люблю. Манго, персики. Это вообще все мое. Нектарины. Обожаю. Ну и как показывает практика, знаете, какие-то такие пластиковые, пластмассовые ноты я тоже очень люблю. В парфюмерии здесь нечто подобное есть. Поэтому, конечно, это просто вау. Знаете, я иногда думаю, Гучераш. По-моему, классический, да, Гучераш. Там говорят аромат пластикового персика. И я очень, я ни разу не пробовала, представляете, этот парфюм. И я все хочу попробовать. И я думаю, что мне очень понравится. Во-первых, персики я очень люблю. Я надеюсь, что это сладкий аромат. Он очень объемный и яркий. И вот та самая, почему говорят, пластиковая нотка. Вот она меня манит. Я вообще люблю какие-то такие химические нотки в парфюмерии. Здесь что-то тоже есть такое а-ля пластиковое, знаете. Так что прям люблю, ношу. Вот лето заканчивается. Может быть, еще когда-то я успею насладиться этим ароматом. Буду стараться. Так, еще один прекрасный аромат. Яркий, объемный, стойкий, красивый. Это аромат Avon Incandescence Enjoy. Это новинка в линейке Incandescence. Да, это последний фланкер, который вышел. Аромат мне тоже очень нравится. Я в нем ощущаю какие-то такие цитрусы. Не скажу, что цветы. Подсолнечник. Там заявлен действительно подсолнечник. То есть какая-то зелень присутствует, листья подсолнечника, да, ствол я ощущаю. Вот этот зеленый что-то такое. Прям ствол он такой немного колючий. Да, вот листья такие какие-то шуршавые. И вот так именно я ощущаю этот аромат. Он очень красивый. Я тоже практически дней пять носила этот парфюм. Вот прям он мне нравится. Он прям великолепный. Очень-очень мне он понравился. В прошлом году, когда я его купила, знаете, я его протестировала раз-два, одела и как-то подзабыла. Но сейчас это просто вау. Очень такой солнечный, действительно. Он очень позитивный. И как всегда я люблю, чтобы аромат просто, знаете, заявлял, что вот он я. Этот парфюм именно такой. Мне он очень понравился. Ну, я надеюсь, что я его еще буду носить. И следующий парфюм, который немного у меня испортился. Это Moschino I Love Love. У него сбились верхние нотки. Конечно, сердце и база все такая же. Но с трудом нашел этот аромат, потому что нужно пережить вот эти пропавшие верхние ноты. Давайте будем так говорить. Но я нашла выход из ситуации. У меня есть Dona Felicia. Это компания Faberlic. У меня в 15 миллилитрах парфюмерная вода. Этот аромат заявлен как такой сладкий апельсин. Но по факту для меня это дерево, на котором, возможно, да, росли апельсины. То есть это древесный аромат. Он такой какой-то, знаете, не сочный, не яркий. Какой-то такой приглушенный, тихий и очень-очень древесный. Вот вместе это очень красиво сработало. Я носила. Я думаю, что вот именно вместе я, может быть, как-то, да, закончу I Love Love. Не знаю, буду ли повторять. Иногда думаю, что буду повторять. Потому что таких соток в моей жизни было, наверное, штук 8, знаете. И вот этот уже застрял. Он у меня лет 8-9. И я все никак не могу его добить. Вот, видимо, все, понимаете. Видимо, уже вот. Вот он мне тут. Насытилась я этим ароматом. И вот в таком тандеме я могу его носить. То есть я этими древесными нотами как бы перебиваю старт уже сразу изначально. И как бы, в общем-то, он такой очень мускусный, знаете. И иногда в лето, в жару мускусы могут тоже какую-то грязную нотку выдавать. И плюс еще какие-то сбитые ноты. И, в общем, он звучит как-то уже немного неопрятно, так скажем. Когда я добавляю именно древесную базу, все, это очень красиво. Учитывая, что древесность здесь действительно это то дерево, на котором росли апельсины, да, например, сладкие. Это хорошо вместе работает. Я буду продолжать именно так носить эти два аромата. По отдельности я их не очень сильно люблю. Опять же, не очень сильно люблю. И уже сто раз рассказывала, что вот это, наверное, третья такая миниатюрочка в 15 мл у меня. И полную версию я тоже сносила. Вот не люблю, не люблю. Огромное количество все-таки же я умудрилась, да, вот, израсходовать на себя, на любименькую. Ну, вот, таким образом буду носить. Эти ароматы будут стоять у меня еще сутки. Завтра будет это видео. Видео коротенькое, к сожалению. Ну, вот так, видите. Даже мне больше так нравится, потому что я не носила всего по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. У меня прям какие-то были любимчики. И можно сказать, там, пять ароматов, которые я больше всего носила. Обычно у меня за месяц, да, не за две недели бывает таких два аромата за месяц, которые я чаще всего ношу. Но вот эти две недели какие-то были прям у меня классные. Это хорошо, потому что у меня есть какие-то воспоминания про ароматы. У меня есть какие-то свои истории. Ну, то есть ароматы входят в вашу жизнь. И не то, что вы протестировали и забыли. Следующие, следующие, следующие. Ну, обычно так у меня и происходит последние вообще все года. Ну, в общем, вот так пока ставлю обратно. Конечно, еще будут видео про пустые баночки. И некоторые флакончики будут еще раз фигурировать в видео, прежде чем уйти на покой до конца года на хранение. Возможно, этот аромат я все-таки смогу доизрасходовать за сутки. Я думаю, что, в принципе, можно. Мне его не жалко, знаете, я прям хочу облиться и забыть. Этот аромат, кстати, Parli Parfum, говорят, похож на Lanvin Modern Princess. И, возможно, весной я куплю именно Modern Princess. Все-таки Parli Parfum. Я очень прям, знаете, пела ему моды. Прям хвалила-хвалила. Он классный. Но почему я куплю себе Modern Princess? Потому что, в принципе, Lanvin, Lanvan не очень дорогая фирма. Поэтому вот здесь можно купить оригинал, понимаете? То ли дело, когда какой-то аромат за 25 тысяч рублей, здесь уже да. А когда, в общем-то, и самый оригинал, знаете, там 30-ку за 1200 можно, да, например, на скидках взять, то почему бы и нет? Вот так. Вот. Огромное всем спасибо за просмотр этого видео. Мне очень приятно, что подписываются новые подписчики. Большое, огромное вам спасибо. И, кстати, уже вот-вот будет у нас, или, может быть, уже будет на момент выпуска этого видео, 4 тысячи подписчиков. Уже совсем чуть-чуть осталось. В любом случае, еще раз напомню, я как-то говорила, когда будет 5 тысяч подписчиков, я обязательно разыграю такой подарочек. Я не скажу, что это будет приз-сюрприз, но это будет несколько ароматов, какая-то большая версия, какие-то малышечки, какие-то крема. В общем, я хочу собрать, как бы, от себя то, что я люблю, чем я люблю пользоваться. Какие-то ароматы любимые, да. Какие-то крема, какие-то там тушь, помада, тени. Вот хочется поделиться, вот собрать все то, что я очень люблю. И, как бы, мы разыграем с вами подарок. Поэтому очень-очень-очень нужна ваша поддержка, ваши лайки, ваши комментарии, чтобы немножечко, как бы, ускорить процесс, да. Все, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok